доброго времени суток дорогие друзья мы с вами far cry 6 перед нами новая какая-то хренадрыгала вернее мы их мельком видели но сегодня пришло время обкатать эту хренадрыгалу и посмотреть на нее в действии помимо этого мы отправимся разнести вот эту зенитку кпп ну и по пути что-нибудь еще захватим я думаю зенитку кпп кпп и все что вот здесь такое красное попробуем сделать либо синим мы либо обратим в пепел ну что ж погнали давайте попробуем опробовать хренадрыгалу нам этой вот зенитки и небольшая политинформация если это можно так назвать я уже добирался до туда до зенитки практически но игра в очередной раз вылетела на полпути к тому чтобы как бы но мне к да ёб твою но это херня просто неуправляемая короче доехал вот подальше чем здесь выехал на дорогу и все игра в очередной раз опять вылетела я не понимаю что они там на обновляли в своих обновлениях но это вот недавно пришли обновления очередные и игра просто тут теперь вылетает очень часто но несколько раз уже за последнее время она у меня вылетала как зачем она хера я не понимаю там что-то обновляют для меня просто загадка ну вот здесь вот где-то у меня да все вылетело так танк сваливаем мы конечно танк забодаем без вопросов но как бы так а это что такое ладно меня это штука уже утомила в общем и целом не знаю последнее время пока и вот этот шестой меня разочаровывает по полной программе какие-то опять статуи здесь я смотрю эти статуи раз там дежурный офицер хрен знает а куда я еще пришел и сохрани на что это барьер какой-то что зачем я тут или это просто какая-то территория не совсем понятно куда мы тут приперлись так какие-то там поместья ну пойдемте посмотрим что это зачем я убираю эту страну запретная зона бой ну улуса поздоровайся с мистером солдаты сам как все дела вы кто такие думаю он должен пойти по стопам а по может оказаться слишком брезвлив и тогда мы потеряем все верно разве другой президент станет так усердно работать над лекарством отрока это очень благородно я боюсь что без l президенты на нас нападут и захватят вивира нет всякие понимаешь ли мнения разные хотя не в принципе дело говорят так то да конечно у этого или президента есть свои бзики заскоки и нежелание адекватно производить этот вивиру ну там я не знаю если он такой хороший дорогой и он им барыжет на весь мир ну можно уж было купить там всякие противогазы и прочую ерунду чтобы вот эти все уже иранцы как-то имели возможность его хотя бы производить дольше и не умирать ну логично было бы свою кормовую базу то есть рабов которые у него есть чтобы они сохраняли как можно дольше нас здоровья разорвел лос унуса объясни ему что он не такой уж и спец не сказать тут какая-нибудь зада какой-нибудь задание будет у меня луса скажем еще такой дерзкий мы их можем допустим я же как бы хотел просто мимо пойти берет взять лосу сходи поинтересуйся так у нас такая уже есть до пума ты прав взять киса ну давай да не стесняйся с грузи его давай ко мне ах ты ж блин надо было спасти я чуть просто не увидел там того чувачка который стоит или подруга не совсем ловко вышло улуса сходи пообщайся я только не понял почему улуса не пошел атаковать странная короче история и в целом после обновления иногда получается что цель все ровно в голову а не попадаешь странная какая-то байда я не понимаю что они там на меня лет может быть они конечно баланс оружие поменяли как-то и снайперская винтовка теперь не так классно работает хрен знает разорвил лоса давайте не будем как бы это титьки мять так то у нас тут еще остался ну предположим ну просто что-то как-то это по стелсу не хотелось тут заморачиваться поэтому я подумал что можно без лишних прелюдий тут все размотать дара тучи будем знакомы а между прочим могли бы лететь мимо так что так а зенитку еще просто не подбили тут любовник скрестившие клинки любовники скрестившие клинки древние сокровищника принадлежащие дупр его пиратам любовником срань какая зачем это все тему в этот фаркай засунули ну для чего и россия разметала так ладно тут мы все раскидали блин сходить шли посмотреть страшный проклятие но меня это не остановит 150 и какой-то рандомный приз так находится в пещере похожий на череп блин любопытно же зараза плюс недалеко так стоп я уран достал или нет вам достал такая где он лежал улуса проверь зрение показалось ему или не показалось а то вдруг как бы у него проблемы со зрением забрал нормально ох уж эти военные и их проблемы со зрением уверенные в себя кто показалось им то померещилась ну да ладно ну в целом как бы я думаю недалеко надеюсь там не сильные геморрой нам будет хотя если пираты были не совсем нормальные пираты и дарматы есть так можно выразиться то да может быть всякое так стоп куда я иду туда нет не будет туда надеюсь там что-то ценное будет не хотелось бы за просто так так пещере пещера черепа как я и говорил я мульти помню про химена там было было тоже там пещера серого черепа и властью серого череп он там орал постоянно надеюсь я сейчас тут не подраздолбаюсь у ее тихо-тихо-тихо-тихо-тихо а и ёпана ну кажись плюс-минус забывает стрёмно так аттракцион закрыт вход воспрещен лицензия туроперметра осуществляется существовавшую год и деятельность пещеры черепа мульман связи со следующими нарушениями на год а торговлю опасными историческими объектами приведшие к нескольким трагическим смертям объекте нарушители будет причин к ответственности 2009 за сувениры ног модафака просто дурацкая байка оператор пиратка вдруг там есть добыча пират я надеюсь у нас тут не за и пошли чем-нибудь ты шо такое как тупо согласен как же туда пробраться жаль ну тут вообще как бы поддеть какой-нибудь херню или легонько открыть и вообще у нас собой столько динамита так это печально известное оружие прозванная лап петит и морд когда-то владелец знаменитый пиратский капитан и гна и гнасио корсо также известны как эль кала вера пристребе это необычное кремниевое оружие использовала греческий огонь и вещество напоминавшим напоминавшие напал считается что капитана и гнасио наложу наложил на лап пяти морд проклятие за этого любой кто пытается бы взять оружие сам стал бы его жертвой а вы верите в проклятие возьмите ла пяти морд в руки и проверьте если посмеете какое-то говно экскурсии по пещере так ладно хотя может там что-то ценное было суд провинции экспиранса секретарь суда так телесные повреждения короче говоря предупреждают о всяком хотя может быть вот тут было и что-то полезное о том как не самоубийцам так оставшие известны благодаря бурному романа виски гвены эль кавалеры петушеры блин вторую жизнь в качестве туристической достопримечательности укромного места для тайных встреч в древнее время дневное время там происходит экскурсии нарастет число молодых стран иранцев которые отправляют исследовать пещеру ночью с романтическими намерения вот петушары сколько их тут блин мы просто хотим потрогать пушку которая была так горяча что уничтожил целый корабль пиратов цивил срань господня зачем я сюда пошел акулуса давай ты не будешь мешать ладно плюс минус туда-сюда обратно тебе и мне приятно я чё расскажете пещера череп получил такое название не только из-за своей формы но и в честь пирата жившую не эль кавалеры назначает череп он родился семье испанских аристократов но самой его взлом с его самого звала море новый свет растратив свои состояния он был вынужден стать пиратом виски гвен был а была то есть они все-таки это нормальная опять это была пиратка нет это все хорошо была сиротой из работного дома в англии начала пить еще в юности со всех сторон девушку окружали не считая и безнадёгой так что в конце концов она уговорила взять ее на один из каперских кораблей несколько несколько следующих лет гвен провела в море затем ее капитан погиб при загадочных обстоятельствах и она захватил командование сонном ей удалось стать одним из наиболее успешных каперов на службе в британской короны а тогда все хорошо и пьяниц все окей как отлегло от сердца так корона получила виски гвен захватить в плен эль кавалеру она преследовала непокорного пирата по всему карибскому бассейну где он грабил пьянствовали пьянствовал и вообще ни в чем себе не отказывала эль кавалера всегда был на два шага впереди ускользала от гвена в каждом порту узнав что пират обосновался на яре губен застала его там как они встретились неизвестно но есть версии что сошлись в бою на западном берегу после чего между ними разгорелась бурная страсть пираты крутили шашни в яре не не хорошо те уговорили плюс минус нормально так что такое гвен эль кавалера были очень разными но и но любовь к морю объединил объединила их вдвоем они нападали на острова разграбляя их и устраивая пирушки для тех времен они были очень прогрессивными людьми добычу делили пополам каждый из них командовал собственным кораблем и командой как и у любой другой пары у них бывали размолвки они часто обвиняли друг друга в врастве что приводило к серьезным ссорам которые длились месяцами после одного грандиозного скандала из-за которого одно из убежищ поглотил пламя несколько членов команды погибли влюбленные решили что пора им наконец раздолбали кто-то погиб они решили пожениться это весело но принципе все как в жизни нам нам кажись сюда хорошо нам тут нам видим туда или нет стоп я отсюда пришел нет я отсюда не пришел зачем мне еще выше можно забраться если вы войдете или прикоснешься к чему-либо вы несете что-либо на вашу душу лежит проклятие для морд а потом вас уволит ко всем чертям экстрамире церководство черепа допустим стоп отчет тут как это ты ты куда-то не туда зашел так улуса ну-ка сдриснул не мы туда да но почему у вас такой интеллект а ну ну как зачем неужели нельзя сделать что вот если если я сам к нему целенаправленно не иду он к примеру старался избегать со мной контакта ну как-то в сторону отходил еще что то так стоп так спрыгнуть улуса для клятва любви и верности между гвен и игнасио было нарушено когда невеста просила на морд и в качестве подарка на помолвку говорят что и на сегодня только не дал оружие но и наложил на него проклятие чтобы каждый кто пытается заврать его погиб если верить рассказам и в ночь перед свадьбой гвена украла ля петит морд и на на повал застрелила игнасио когда тот пытался ее остановить но при выстреле что-то пошло не так и сама вен тоже получила смертельное ранение проклятие сбылось войти в пещеру чтобы увидеть где погибли влюбленные вот поэтому я и не женюсь как в одном известном фильме говорилось так вроде бы сюда да и кое-какие ништяки есть так нет стоп дальше так допустим дальше-то куда опять начались гранатомет то шарахнуть не понял не но не сюда наверное либо нет и она у меня принципе сейчас шарахнуть как бы не жалко часа лет где так что не надо было сделать серьезно нет так 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 не сгореть бы мне вот как-то туда надо запрыгнуть так кошек я не вижу что-то какой-то тупичок образовался как еще по всему прочему спалили все катера или все-таки машина отсюда должны были как-то выйти то есть мне все-таки не что-то так супрема готов это классно или мне все-таки тут где-то куда-то блин опять в какой-то квест который ни хера не быстро я вписался так а я понял я немножко пропустил момент куда до удуса ну куда ты ломишься так мне куда-то туда или куда-то наверно тадам-дадам с разбегу сигнуть или попытаться вот тут пролезть ладно допустим чай надеюсь я в ту сторону иду по причине эрозии стрельба из пушки во время экскурсии производит производится не будет руководство пещеры стрельба из пушки о чем речь так чё чё взять мне туда надо или куда или мне куда-то вниз на он пока вроде прыгается давайте тут как-то прыгать не знаю пока зачем так так как куда я тут могу зацепиться так или сюда ему залезть наверх мне вниз что ли ну давай попробуем типа предположим пушка нам сюда надо было просто мне кажется план говно не но хер знает давайте бахнем на плюс-минус окей зачем нам сюда давайте не знаю драгоценный мой игносей тип предложения твое меня обрадовало угощение виски вином руму ножей метания завоевали сердце но говорят по честь говоря по чести всегда я знала что она так и будет но чего я не знал так это того что главным твоим подарком для даром мне как выразился ты станет не драгоценное оружие а дитя я не жалею ребенка и не желаю ребенка и не пожелаю никогда я хочу чтобы мы были равны в грядущем браке на пожалела я сделать пищу желала я сделать пещеру черепа нашим домам ты отказал просил и об оружии адмиралом баррадоса ты проклял его проклял мы ведь должны быть равны друг другу и не враждовать все твое моют в атаку в закон брака и если поженимся мы как равны то я смогу с чистой совесть отказаться от патента что велит мне схватить тебя и бросить на съедение тощему голодному льву королю англии колли ты правда любишь меня конечно перед свадьбой надлежит нам достичь соглашения давай же править нашим кораблем вместе пусть для петит морд станет нашей общей собственностью вечная любящая твоя нареченная гвен какие замуты у них так зачем я сюда кроме вот этого кроме вот этого я сюда ни зачем не зашел да ли я сюда типа должен был зайти чтобы шмальнуть с этой пушки тихо пока я чего-то не понял нафига мне суда надо было залазить так ну да ладно так тут вам где-то была еще кошка или нет или как да мне теперь моя суда раз да 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 качаюсь мне кажется нет или да не брать как получится да допустим чего тут у нас там да там вроде как идем куда надо а и тут все открылось зашибись ну чё давайте храпнем это что все правда гранатомет так чего я там себе нарыл гранатомет прикольный что думаешь не стоит улуса с него шмалять не ну а пробовать же надо ешкинку она чё типа каким-то говном стреляет короче говоря это вонючка не я этого не хочу я лучшего с этим буду бегать он прикольнее что происходит лет ты у нас так шумишь так ладно мы сюда выбрали сказать давайте посмотрим реально ли она похожа на череп там плюс кто-то шерахается да блин вы вылази отсюда не видать врагов нет стой расскажи что давай я тут поговорила с одним американским чамако колтоном выдержала 30 секунд может ты сможешь побить мой рекорд благодарю четко это геранская история стопа нам же и вроде бы уже показывали не очень понял ну да ладно рыбаки туда-сюда с кошкой все зашибись да да дани это хуан у меня проблема мой старый друг папочка пропал в мысном острочном берегу он летел вместе с ценным грузом исключительно важным для либертад ой говно ты опять или где-то там притаился антон хуан у меня скоро выдерут все зубы нет папочка мой советник из мексики и чертовски хороший боец надеюсь ты мне не лжал думаешь его сбили кто знает убеди что он в порядке и найди груз чую опять говорит говно мне не нравится все что предлагает хуан потому что вечно каким-то говном заканчивается большой папочка в маленькой яре блин рядом ай так ну ой ладно пойдемте мы этого папочку поймаем а но это получается лидер какой-то ну вроде не очень далеко нам бы какой-нибудь плав средства так как нам туда попасть более здраво блин какую-нибудь лодку что ли худо-бедно да любое вам средство сгодится просто туда как бы пешкодралом мы потомимся не не потомимся просто может кто-нибудь сожрать случайно так давайте посмотрим деревенька вроде бы не кажется впечатление что лодки у них нет ну-ка может мы вот так как-нибудь поохмели туда проберемся насколько хорошая идея ну кстати я вижу лодку но не факт что она хорошая котеечка моя прелестная вот так что у нас тут на этом мы попутешествовать не ну так штанцы штанцы звери лова херня получаем от животных ну не знаю есть только охотиться на всяких мы этим особо не занимаемся таким шансом мы туда адекватно до плывем но не попробуем не узнаем давайте гребем туда надеюсь у нас какая-нибудь акула каракула не схапает как говорится не хотелось бы так раз на левый правый левый правый гребем гребен вперед мы без остановки ну слушайте ничего так ничего так мы с 300 метров кота ну не 300 метров 150 мы такая промахнули так луса давай перебирай лапками запретная зона чё запрет на это я там что-то вижу да да что ж такое с тобой так тайник в дн ну и то хорошо чутка пороха на реле ну выражение вроде бы не вижу луса ты приплыл красавчик и на кого-то мрачишь папочка так чем мы просто пройдем его и просто под просто заберем и все без лишних затей здесь же все должно быть это вот такие у нас нынче повстанцы да не знаю какие нам на нужды революции какая-то фонарь какой-то откуда у тебя тут фонарь ладно рассказывай не знаю только что я летел все было ровно а потом вдруг я уже внизу ползаю на карачках и ищу груз хуана надо идти здесь скоро будут солдата с мне нужен груз я не могу его оставить знаешь сколько он стоит просто прикрой меня пока я ищу да зашибись да ну где же ну допустим то есть нужно прикрывать видимо от солдата сам защищайте папочку сюрприз мода пока яблони чё кто где давай пас сажи эту херню слушай ты вот так вот здесь ищешь ты прикалываешься так учитывая что у нас тут будет всякое летающее говно видимо пребывать давайте вот это мы поменяем вот на такой давай вот говно то где же груз ты прикалываешься вот я есть бабочка 3 3 коробках не можешь как бы тут найти боеприпасы для где у тебя был загруз то что дает либертад жизнь больше тебе знать ни к чему что может вон там вот ты прикалываешься ну и дичу где вон там то сердце сердце тебе так хочется покоя ну ищи чё чудила хуан мне очко порвет но наркокурьером тоже надо отдыхать и вам я на пенсии срань шпионская кони он странный паскуда походу тебя тоже надо больнуть граната граната нашел ёп твоём что со мной блин сделали граната и в россии с одного с одного что что куда ты собрался что что куда ты собрался ну вас нахер и подпускай а я пошел за кокосом его там столько что янки не заметил если мы его серьезно ты совсем я не хуан взять киса не нет граната и куда рванул животное капец блин то есть какого херма папа дебил дебил выйди кретин выйди за огня тупорылый папочка блин нормально зашел в огонь просто ты что творишь сука ну серьезно он да был боящим хреном блин мягко выражаясь в очередной раз блин вписал в какую-то херню нас сука я не боюсь я целый год жрал гусеницы в джунглях пил свою мочу вот это я и и и и и акулусы сожрет херню царянский за мой французский и кто где сожри и 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 как у меня бесить а что это был загруз конфетки быстрые медленные лакомства для вечеринок лететь так слушай есть у нас чувак бенито помогает повстанцам с морскими операциями вам с ним будет весело ладно глядя на тебя я чувствую что нужен либертат серьезно мне понадобится больше конфеток сейчас что с тобой на футболка странный был боящим конфетки да он совсем упоролся он там мать его душу блин перимать жаль что его нельзя будет пристрелить очень жаль клан твой советник в норме боящий важно искал груз наркоты пока я сражался сальдадос ну да папочка добил половину по дороге ему явно нечем было заняться сраный хуан так ладно тогда мы двинемся сюда просто потому что ближе мне кажется пустить расход он и не такая уж плохая идея так блин далеко бежать а тут поблизости у нас никаких точек нет нам это ни хера не поблизости нам бы какой-нибудь транспорт был было бы ничего так нормально тупо этим блин каким-то болотом носиться вообще не классно я вообще все больше и больше сомневаюсь правильно ли мы все делаем потому что как это сказать либертаты какие-то странные и отбитые когда мы пытались убить или президента мы заминировали пол города и рубанули то есть ну помимо того что мы сами положили уже хрену тучу народа солдат но предположим они плохие то когда мы подрывали пол города чтобы вольнуть президента отвлечь охрану то явно же там не только гражданство не только военные были там под замес могли попасть вообще все короче говоря все как так чё началось то а кому помочь надо было эрик тебя бедовагу раскорячила не уверен что будет быстрее на транспорте давайте попробуем пешком туда добежать хотя не факт что пешком будет быстрее в общем и целом то есть повторюсь все как-то очень очень странно то есть вот этот либертат он как-то не совсем адекватен я бы так сказал что тут как тот дохерам территории и как-то особо ничего нет что странно какого хера давайте сканируем тачанку готова плюс один какой-то агрегат у нас есть бой ну так еще немного баню так а это что такое на мир стак просто какой-то есть ёшкин кот блин да что вы все какие-то невразумительные то здорово давайте посмотрим что тут чё за верстак чё почем просто верстак ну ладно это котейка супер котейка отсчет тут кладбун какой-то ладно клабоны все очень интересно но мы по струя чем он туда так езжай мимо речь такое должен что-то непонятное ну тут мы видим отчей через мост пройдем просто я думаю так будет плюс-минус более вразумительно лусы да что ж да нет это нормально кпп то что надо пойдемте где-нибудь займем удобную позицию так лусы давай ты не будешь суетить раньше времени сигналка вырубить бы так сигналку вырубить не вопрос подмоги не будет прекрасно офицерина сняли но немножко как бы громко получилось мы просто нужно было снять этот комбой так лети мимо я не хочу сейчас с тобой воевать снайпер а ты чё такой слепой взять луса пообщаться со снайпером разъясни ему что он службу несет из рук вон плохо вертолет лети как бы я же как бы не сильно хочу тебя сбивать по-моему промазал не спать далее да что такое-то называется блин как 2 динамитку откинул ащи в китай ну дала помпам пам 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 да более дэору мне нравится музончик и чё у нас тут какой-то кусок говна не достался из ящика так там что-то внутри имеется ключи которые нафиг нам не нужны тайников дн где тайников дн и пойми где мы дам а не ну порядочный туда мы пойдем потом как-нибудь что у нас тут стоп у нас получается зенитки здесь и здесь кпп но блин бежать как сюда неразумно разумно будет наверное пройти вот здесь забрать все и потом уже двинуться там в какие-то еще направления так пойдемте узнаем кто там чем хочет чё расскажешь ты куда собрался ты куда понесся чё происходит что ву чуваки какого хер бы тут учудили дубина я у тебя хотел что-то узнать а ты стой чудила я была да не отмечаю на твоей карте зенитку разнеси и ладно благодарю да не вопрос где у нас зенитка окей на это другая территория пока он тут мы еще можем носиться морковки на задница я вам сейчас скажу до свидания дорогие друзья до скорых встреч спасибо за просмотр дорогие друзья не забывайте подписываться на канал оставлять ваши комментарии ставить лайки ну и про колокольчик тоже не забывайте